В 2017 году за мужество, стойкость и героизм, проявленный жителями в годы Великой Отечественной войны, Звенигород удостоился почетного звания. Населенный пункт воинской доблести. В день, когда городу исполнилось 867 лет, в сквере у фонтана состоялось торжественное открытие стеллы, стимволизирующий присвоенный статус, а в небо были выпущены белые шары в память о погибших защитниках Звенигородской земли. Сотни жителей и гостей города собрались в этот день в сквере. Для многих из них событие стало долгожданным и знаковым. Полюбоваться на стеллу приехали ветераны. Красивый и статный памятник представляет собой квадратную в сечении колонну, завершающуюся строго геометрической ромбовидной капителию, на фасаде которой укреплен герб Звенигорода. На четырех боковых гранях размещены литые бронзовые барельефы воинов-освободителей. Венчает стеллу отлитый из бронзы силуэт покровителя Подмосковья Георгия Победоносца. Звенигородцы долго ждали этот памятник и ждали, когда будет присвоено такое звание. Многие защищали город, многие выходили и делали оборонительные укрепления, многие погибли. Очень дорогой ценой нашему народу стоила эта оборона и дальнейшее наступление победы в Великой Отечественной войне. Фагио Победы – так еще называют стеллу ее создатели, скульптор Роман Фашаян. Памятник выполнен из изысканного натурального камня – гранит Империал Ред. Создание объекта заняло около четырех месяцев, а установка – два. Она имеет четырехгранную основу, которая в каждой четыре этапа, Самое крупное развитие истории России – это 1380 год, это 1612 год, 1812 и 41-45 года 20-го столетия. Четыре периода. Почему? Потому что защитники русской земли не только 41-45 годы. И у меня идея была всем посвятить. Стелла установлена за счет средств областного и местного бюджетов.